Среди водителей украинских фур, которые оказались заблокированы близ границы с Крымом, из-за действий радикалов, зреет бунт о возрастающем недовольстве. На сопредельной территории сообщили пограничное управление ФСБ России. В грузовиках, простающих несколько суток в условиях 30-ти градусной жары, портится продукция. Государство деньги взяло за таможенную. Деньги, получается, взяли, а нас на первой зоне стоит. У меня все документы, я заплачу налоги в государство, я автоперевозчик. Кому я должен просить? Кого я должен просить? А им объяснять это бесполезно. Они в тупую стоят, вы тут не проедете и все. Какие-то люди оборуженные, с бутылками, коктейлями, молотами стоят и угрожают, что все машины спали. Проезда не дают. Что это такое? Где-то такое бывает. При этом нет никаких признаков того, что ситуация в скором времени изменится. Более того, милиция Херсонской области, где застряли сотни автомобилей, принялась искать некие дополнительные дороги в Крым, помимо тех основных, что ведут к трем пропускным пунктам. Задача преградить пути по ним. Добавлю, со своим отношением к продуктовой блокаде полуострова определились в Киеве. Петр Порошенко одобрил акцию, которая с воскресенья проводится при поддержке запрещенного в нашей стране правого сектора.